Ребята, всем привет! Меня зовут Юля Пушман, и из названия видео вы уже поняли, о чем пойдет речь. Я, если честно, бесконечно волнуюсь, что странно, учитывая, что то, о чем мы сегодня поговорим, произошло со мной ровно 9 месяцев назад. В этом видео я вам расскажу все, как было от начала до самого конца, и я знала, что, скорее всего, я сниму такое видео, но я была уверена, что это произойдет когда-то позже, сильно позже. Что-то во мне изменилось, щелкнуло, я решила, что я хочу как-то, не знаю, освободиться, поделиться этой информацией, кому-то она действительно поможет пережить что-то, потому что я вспоминаю себя. Единственное, что мне хотелось делать в тот момент, это смотреть видео других девочек, которые рассказывают свои истории. Мне хотелось знать, что я не одна такая, что со мной все нормально, что такое бывает. Я, конечно, искренне надеюсь, что это видео ты, молодая девочка, девушка, женщина, включила, потому что просто тебе стало интересно, что же это такое, а не потому что ты проходишь через то же самое, что я, но, к сожалению, через это проходят очень многие, и статистика гласит, что каждая пятая женщина проходит через замерзшую беременность, выкидыш, но, честно, я этой статистике не верю, мне кажется, она куда хуже. Я не знаю, насколько глав каких-то моментов разделится это видео, но начну с самого начала. Как вы знаете, что я вышла замуж, и, конечно же, мы хотели детей, и хотим детей, но у нас не было в планах сразу после свадьбы бежать делать детей, то есть мы хотели съездить отдохнуть, потом, не знаю, пойти к врачу провериться, попить какие-то витамины, ну, то есть у нас в планах было это сделать, знаете, не на следующий день, там, не в первую брачную ночь, то есть мы хотели реально немножко оторваться, ну, то есть, что спешить, да и мы были уверены на сто процентов, что как только мы захотим, как только первый раз мы перестанем предохраняться, так сразу же получится ребенок. После нашего отдыха, в который мы отправились после свадьбы, прошло несколько месяцев, и мы решили, что ну все, ну надо уже, все, пора, погнали, и у нас было действительно четкое ощущение, что сейчас вот как только, так сразу, но нет, не получилось с первого раза, не получилось со второго раза, и для нас обоих это было какое-то удивление, ну да, такое бывает, наверное, не попали в овуляцию, еще что-то, я бы хотела сказать, что мы следим за своим здоровьем, и я периодически хожу к врачу, издаю анализы, так же, как и мой муж, и мы знали, что с нами все окей, единственное, что там мы начали пить фолиевую кислоту, ну, грубо говоря, и все, то есть пойти к врачу прям, знаете, как планирование беременности, вот это мы решили как бы не делать, мы подумали, ну, как бы получится-получится, если там типа с первого раза вдруг не получится, хотя как такое может быть, то тогда сходим. Когда не получилось со второго раза, я пришла в женскую консультацию, я рассказала врачу, что вот, не получается что-то, меня отправили сдать кровь на прогестерон, который важен для зачатия, для вынашивания ребенка, и оказалось, что он у меня низкий, я не знаю, что там за цифры были, но он был не очень высокий, прогестерон низкий может быть по разным причинам, также одна из причин может быть, там, какая-то сильная худоба, и я помню, когда я приходила к врачам, гинекологам, они, конечно, охали-ахали от того, насколько я худая, там, со своим ростом, вообще, в принципе, это просто какой-то трешняк, что мне нужно обязательно поправиться, чтобы все получилось хорошо и классно. И врачи предложили такой вариант, отличный такой способ, что если вдруг беременность не наступает, а вы стараетесь, и низкий прогестерон, то нужно три месяца попить противозачаточные, потом резко их отменить, и сразу все получится. Когда я услышала такое предложение, я поняла, что это не мой путь, это не моя дорога. Коротко расскажу о том, что когда-то я уже пила противозачаточные, и потом два года я расхлебывала просто все, что у меня сбилось в организме, куча проблем, болячек и так далее. То есть гормональные, это точно не моя история, я сразу отказалась от этого предложения, я решила, что нет, я не буду пить гормональные, посмотрим, если уж совсем прям плохо будет, то не знаю что, а там типа вариантов других нет. То есть единственное, что могут предложить врачи, это противозачаточные в этой ситуации. Но это если долго не получается. У нас история как бы не такая была, у нас просто пару раз там не получилось, и у меня низкий прогестерон. То есть, знаете, не было такого ощущения, что все, не получится, теперь уже без каких-то вмешательств, каких-то там таблеток и так далее. И все, что мне нужно было на самом деле сделать, это просто отпустить, перестать думать о том, что почему же не получается, почему же не получается. В общем, собственно говоря, получилось у нас на четвертый или на пятый раз попыток. Я уже точно не скажу, не помню, потому что были какие-то месяца или месяц, которые мы наивно пропускали и предохранялись, потому что у нас была идея фикс, что нам нужен определенный знак, гороскопа, ребенок. Это на самом деле такой бред. Есть такие вещи, которые мы не выбираем. Ну, просто не выбираем и все. В общем, я забеременела. Это был конец апреля. Ну, по крайней мере, когда я узнала о беременности, это был конец апреля, я уже просчитала, когда я должна родить. И родить я должна была в конце 22-го года, либо потом мне поставили позже, что я должна родить с числа 7-8 января 23-го года. То есть это видео я сейчас снимаю даже не просто так. Сейчас, возможно, я бы уже родила ребенка. Возможно, у меня бы уже вышло видео про мои роды. Как я узнала о беременности? У меня дома было много тестов разных на беременность, потому что я их делала периодически, постоянно. Я не могла все-таки отпустить. То есть я всегда думала, а вдруг, а вдруг, а вдруг. Но старалась не расстраиваться, если вдруг не будет заветных там двух полосок, еще что-то. Я, как сейчас помню, день за день до того, как я узнала о беременности, я делала дома какую-то сумасшедшую генеральную уборку, поднимала какие-то сумасшедшие тяжести. Ну, короче, как обычно, в общем, творила. Что только не творила. Но, блин, я была уверена, что я вообще не беременна. И я вообще об этом не думала, потому что, ну, типа, с какого переплугу я вдруг сейчас? Вот я не хочу, например, сейчас путешествовать. Может, я вообще беременна? Вы об этом не думали? Может, мне нельзя путешествовать? Вот так вот вам просто зерно такое поселило в голову. И на следующий день тоже я продолжила какую-то тоже тяжелую уборку по дому, что-то переставляла, выкидывала тяжести, двигала. Ну, короче, какой-то прямо у меня был трэш тогда. И на следующий день я почувствовала, что так задолбалась, так заколебалась. Выпью сегодня вина. И когда я подумала о том, что сегодня на ужин выпью вина, я подумала, блин, сделаю тест, вдруг я беременна, не буду тогда пить вино. Я делала обычно дешевые, потому что я их делала часто. Мне всегда хотелось, а вдруг, а вдруг, а вдруг сейчас? Ну, я думаю, многие девчонки, которые также ждали беременность, меня поймут. Как бы ты не старался отпустить, просто расслабиться, все равно, ну, как бы ты ждешь, думаешь об этом. Я делаю тест, опускаю его в емкость. Что-то смотрю, одна полоска. Ну, пока еще проявляется, думаю, ну, одна. Типа ничего, ничего нового. И что-то заставило меня вот так вот повозить в этой емкости с содержимым. И я вдруг вижу, что начинает проявляться какая-то вторая полоска. Я не записала свои эмоции, потому что я абсолютно была не готова к тому, что я вдруг окажусь беременной. И я скажу так, эмоции у меня были странные. Эмоции у меня были не радости, не какого-то сумасшедшего счастья. У меня был шок, какой-то типа чё? То есть как будто бы мы не планировали. Я не знаю, почему у меня была такая странная реакция. Просто настолько это было... Короче, мы этого ждали, мы это планировали, хотели, но это было настолько неожиданно, если честно, что я офигела. Я не знала, куда себе деться, просто вела себя как дура. Думаю, как же мне рассказать Славе, как же мне рассказать Славе. В общем, рассказала я ему максимально по-тупому. Я его позвала в другую комнату, поставила типа как-то телефон, который он сразу спалил. Я вам даже это видео показывать не буду. У меня был этот тест, я его в, короче, туалетную бумагу как-то завернула. Ну, короче, такая вообще фигня. Ну, типа, всё как бы началось не очень. Вот. И я такая, типа, смотри, либо тест сломан, либо я беременна. Ну, короче. И понятное дело, что первое, о чём думаешь, это надо уже взять дорогой тест. Дорогие тесты у меня тоже дома лежали, ну, более чувствительные, которые уже показывают. Там плюсик-минус вот такой у меня дома был. Я его сделала. Он показывает плюс. Ну, как бы всё, сто процентов беременна. Всё ещё в шоке. Всё ещё непонятное состояние. Как, чё, куда бежать? То есть вот такое. Это был уже вечер, и, конечно, я никакое вино уже не пила. Всё, я думаю, нельзя. Понятное дело, интересно сразу, ой, а как давно, а сколько, а чего, надо же пойти к врачу, а когда это самое, сразу начинаешь что-то всё читать, представлять, а кто, чё, кого. Вот, мы заказываем тест, который показывает недели. Хотя, если честно, это не такая уж большая необходимость, но нам было так интересно, мы так этого ждали, что заказали тест, который показал аж 2-3 недели. Если говорить про мои эмоции, я в какой-то степени даже испугалась. Испугалась, потому что, знаете, сразу что-то такое щелкает, и ты как будто, не знаю, у тебя холодной водой обливает, и ты такой, всё, другая жизнь, всё, уже назад не отмотаешь, уже ты никогда не будешь один, ну, короче, всё. Жизнь просто изменится, там, через 9 месяцев всё будет по-другому на всю жизнь. И понятное дело, что эмоции абсолютно у меня были, честно, не те, которые я ожидала. Я, конечно, может быть, не во всём сильно осведомлена, не во всём разбираюсь, но первое, что я точно как бы у себя в голове держала, нужно срочно пойти к врачу на УЗИ, находится ли плод в матке, потому что внематочная беременность, вообще, я про это слышала, знала, и меня это безумно пугало, потому что это прям действительно очень-очень опасно. И, конечно, первое, что мне хотелось сделать, это убедиться вообще прийти на УЗИ, увидеть своими глазами, потому что тест, конечно, да, но вот УЗИ увидит, ничего там пока особенного ты не увидишь на, там, 2-3 недели, допустим, даже если по-акушерским это будет 4 недели, всё равно, как бы, чё там. Мы приехали в платную клинику, я записалась на УЗИ и на приём, мне сделали УЗИ, всё подтвердилось, всё в матке, всё хорошо, и, конечно, я была безумно рада, хотя там пока была совсем маленькая такая точечка, но в любом случае я была рада. Я врачу рассказала о том, что у меня низкий прогестерон, по крайней мере, то, что было там несколько месяцев назад, как мне сказали, в женской консультации, потом я сказала врачу такие слова, что у нас долго не получалось. Она говорит, сколько? Я говорю, ну, где-то около 5 месяцев, ну, там, 4-5. Я не помню уже, как там она отреагировала, но что-то в духе, типа, в смысле, долго, ну, типа, это вообще быстро. И сейчас я понимаю, что в нынешних реалиях, в мире, в котором мы живём, в экологии, то, что мы потребляем, ну, как бы, это, в принципе, быстро. Врач назначила мне сдать некоторые анализы, прогестерон, щитовидка, ХГЧ, понятное дело, и в день, когда я пошла на первое УЗИ, я должна была поехать к маме на дачу и кое-что ей привезти. Мы за несколько дней заранее договаривались с ней, и, конечно, я не планировала долго скрывать от мамы, вообще, я не могла, если честно, это скрыть от мамы, мне нужно было с ней этим поделиться как можно скорее, потому что, потому что мне хотелось с ней это обсудить, и просто, ну, как бы, я могу, конечно, и с мужем это обсуждать, но муж не рожал три раза, и вообще, в принципе, ну, я всегда знала, что, когда я узнаю о том, что я беременна, конечно, я поделюсь с мамой, я не буду, там, как-то долго это скрывать, ещё что-то. Что это? Эй. Что такое? Аааа. Серьёзно? Да. Ну, ты бы мне хоть накраситься-то надо. Да зачем? Ладно. Ну, я счастлива. Да? Это сколько, две-три недели? Ну, да. Так мало. Ну, да. Я бы не стала этим делиться с подругами, хотя у меня есть очень близкие подруги, хорошие, классные, но я не была готова этим делиться, то есть для меня это было что-то такое прям вообще наше там с мужем, и единственное, с кем, ну, действительно, мы были готовы и хотели поделиться, это наши мамы, потому что, ну, потому что это наши мамы. Честно, несмотря на то, что я всегда знала о том, что бывает замершая беременность, выкидыш, мне это ещё давным-давно рассказывала и моя мама даже о том, что такое бывает, ещё, наверное, до того, как там я замуж вышла. То есть просто, ну, как бы, у меня с мамой хорошие отношения, и, в принципе, я человек, интересующийся разными вещами, и, как бы, я об этом знала, то есть для меня это не было чем-то таким, типа, такое бывает, а как так? Единственное, что, конечно, я, как и многие, наверное, думала, что, ну, такое, наверное, случается с людьми, которые там с собой, ну, не уследили где-то, простудились, инфекция, там, не знаю, выпили алкоголь, там, обкурили сигаретами, пал, ударился, спровоцировал там что-то, ну, то есть какой-то ушиб, и, в общем, вы поняли, что я имею в виду. Ну, мне всегда казалось, что, ну, такое, наверное, происходит вот в основном только если какие-то такие причины. Мне так казалось, пока я не выросла и не начала интересоваться какой-то статистикой, пока не начала узнавать о том, что у одной подруги, у другой подруги, у этой знакомой, у её знакомой, просто очень много людей, у которых замершая беременность, выкидыш, и я просто с ума сошла от того, насколько это часто. И я всегда знала, что первый триместр, он очень опасный, он очень важный, и я всегда знала, что я ни с кем не буду делиться тем, что я беременна, ну, как бы из просто, знаете, вот всех, да, вот только максимум, какой-то очень узкий круг семьи будет знать. И пока я не буду уверена в том, что всё хорошо, что меня можно поздравить действительно, я никому ничего не расскажу. И в планах было вообще никому не рассказывать, пока я не приду на первый скрининг, который делается там в 12-13 недель, где тебе подтверждают, что всё с ребёночком хорошо, всё развивается как надо, никаких там патологий, отклонений нет, всё супер. Я на УЗИ ходила каждые две недели, кто-то скажет, это очень часто, это очень вредно, но что-то я не знаю таких доказательств о том, что это вредно. Я знаю только то, что ходить на УЗИ это неплохо, если у тебя есть возможность, потому что так ты можешь отследить самый опасный, скажем так, период твоей беременности, всё ли протекает хорошо, всё ли с ребёночком нормально, есть ли сердце. По приезде в Москву с дачи, конечно же, первым делом, ну не первым, но на следующий день, утром я пошла сдавать анализы, которые назначила врач. Первый анализ ХГЧ, который я сдала, был 160, ну на тот момент не было такого много, мало, то есть нужно смотреть динамики, прогестерон был низкий и щитовидка у меня была тоже высокая, ну то есть всё как бы было не то чтобы круто. В общем щитовидка у меня была 2,5, а в норме должно быть 1,5, короче не выше 2. У меня она была, ну видимо, не знаю, слегка не слегка повышена, но врач в платной больнице мне сказал, что это очень важно, потому что это интеллект ребёнка и щитовидка должна быть в норме. Хотелось бы сказать, что у меня никогда не было проблем с щитовидкой, у меня всегда всё было ок, видимо во время беременности что-то случилось. И на самом деле это тоже не что-то новое, так часто бывает, как мне рассказывал врач, что бывает у девочек хороший анализ, да, ТТГ, а во время беременности он там вырастает просто сумасшедше. Я думала, что у меня высокий, но оказывается там бывает ещё выше. В общем из-за этого повышенного анализа ТТГ мне назначили пить лекарство утром Эутерокс 50. И я его пила утром на тощак, а из-за низкого прогестерона мне назначили Утражистан 200 вагинальном. Помимо этого я пила фолиевую кислоту, йодомарин, омегу-3. В общем потом мне ещё назначили что-то. Ну короче, в общем, что-то как-то было не так весело, как я себе представляла. Если можно так сказать, беременность проходила легко. То есть меня ничего не обременяло, там знаете, что я не могу встать с кровати, у меня утренняя какая-то тошнота, и просто мне вот токсикоз, схожу с ума. То есть у меня вообще всё было ок. Кроме того, что у меня были не очень хорошие анализы и мой вес. Весила я на тот момент 48-49 килограмм, и у меня рос 168. Не знаю, но для меня это было оказывается мало. Через какое-то время я сдала ещё раз ХГЧ, чтобы увидеть какую-то динамику. Было 404, ну в общем, типа растёт, но медленно, что-то как-то не очень хорошо. И потом ещё раз я сдала ХГЧ, и он уже хорошо вырос, там было что-то тысяча, что-то там. Мы как бы успокоились на эту тему, что всё нормально. Когда я пришла на УЗИ в следующий раз, это было 5-6 недель, и тогда в первый раз мы увидели сердце, то, что у малыша есть сердце. И для меня это было такое, типа, вау, как так, такой маленький, там уже что-то делает, вот так. Ну, то есть, это были, конечно, классные эмоции. О! Да. О! Ага! Чё так? Такой длинный цикл, поздняя эволюция у нас была 100%. Вот видишь, есть отслойчик. Поэтому я тебе прогестерон назначила. Поэтому мне не нравилось, что он такой низкий был сначала. Единственное, что на этом УЗИ 5-6 недель мы обнаружили гематому. Такое бывает, это не всегда опасно. В общем, в любом случае, это, там, показания к тому, что лучше не летать на самолёте, лучше воздержаться от любви. Там, не прыгать, не бегать, понятно, тяжести и так нельзя поднимать. Ну, в общем, какие-то такие вот моменты, что лучше вот от чего-то отказаться на время, воздержаться. И когда обнаружили гематому, мне назначили ещё вдобавок пить магный Б6. И на шестой неделе беременности, когда у ребёнка вовсю идёт такой важный этап развития, там, сердце, нервная система. Ну, в общем, все самые такие важные моменты, они, наверное, даже раньше ещё формируются, но ещё на шестой неделе тоже. Я даже картинку находила, на которой видно, там, когда что развивается, когда важные этапы такие самые, ну, переживательные, скажем так. И когда уже такие немножко, ну, ты уже можешь немножко подрасслабиться, не то чтобы переживать, нервничать надо, но просто уже отпускаешь и уже знаешь, что всё самое важное, главное уже есть, уже сформировано и просто дальше, ну, как бы развивается, скажем так. И на шестой неделе моей беременности умирает мой дедушка. Понятное дело, я ему не успела рассказать о том, что я беременна, и я не винила себя о том, что я ему не рассказала, что беременна, что вот так вышло. Я знала, что он всё равно увидит, узнает. Самое страшное, что испытывая такую боль от утраты близкого, любимого человека, я понимаю, что внутри меня ребёнок. Зарождается новая жизнь, для которой очень важно, чтобы я не нервничала, чтобы всё было идеально. Не плакать, действительно не испытывать ужасной боли в этот момент невозможно. И на тот момент никто не знал о том, что я беременна, кроме наших мам и меня, моего мужа, ну и врача. Я узнаю от отца по телефону, что дедушки больше нет. В этот момент я делаю маникюр в салоне, который ещё не закончили, и я просто помню тот момент. И мне нужно было думать о том, что то, что сейчас мне сказал отец, это, ну типа этого не было. Потому что если я начну осознавать эти слова, то это, ну я не знаю просто, что будет, а мне ещё до дома как-то добраться надо. В общем, после того, как папа позвонил мне, он позвонил моему брату Гоше. Гоше рассказал маме, и маме пришлось сказать Гоше, моему брату, чтобы он срочно звонил отцу и сказал, чтобы тот не звонил мне. Потому что я беременна, и потому что я вообще не дома. В общем, так узнал мой брат о том, что я беременна. Маникюр закончился, слава богу. Это были самые, там, я не знаю, долгие 20 минут. То есть там уже был финиш, но это были самые долгие 20 минут моей жизни. Мне позвонила мама, вся в истерике, приезжай ко мне, как ты, что ты, давай я приеду. Я говорю, мам, я сейчас закончу, я приеду, всё. Потому что, ну как бы я сказала серьёзно, знаете, как будто ничего не произошло. Просто, как бы, мама меня отвлекает от каких-то дел. Потому что я не могла себе позволить, знаете, принять это. Потому что тогда бы всё. Я еду к маме, и уже находясь на своём районе, где я знаю дорогу, всё, я, ну как бы, понимаю, что надо позвонить отцу. Хотя я знала, что это так себе идея, ну, за рулём плакать как бы вообще не классно. Но я понимаю, что мне нужно позвонить папе в любом случае, сказать ему так и так. Потому что вопрос стоит в том, что нужно лететь на похороны. И это вопрос, который нужно решить в течение этого дня. И я звоню папе и говорю то, что я не знаю, как мне быть. Я не знаю. Я не знаю, могу ли я лететь. В общем, таким образом, о том, что я беременна, узнаёт мой отец. Я приехала к маме, и надо было решать, как же так, ехать мне, не ехать. Я начала писать врачу, могу ли я поехать. И, конечно, мне нельзя ехать. У меня гематома, у меня 6 недель беременности. Ну, типа, вообще, ну, как бы, это не время для поездок, не время для перелётов. Это, блин, самый опасный вообще период беременности и вообще триместра. Потому что все самые какие-то такие сложности, ну, какие-то вот моменты чаще происходят до 12 недель. Но, тем не менее, врач разрешает мне поехать, ну, как бы, отпускает, говорит, что едь. Но тогда удваиваешь, там, дозу магны B6, компрессионные чулки, туды-сюды. В общем, с семьёй мы решаем, что мне всё-таки лучше не лететь, потому что, если я полечу, то обратно в Москву я вернусь уже точно одна. Потому что, ну, как бы, в принципе, тот стресс, который я испытала на тот момент, находясь просто дома в кровати, в слезах, в соплях, с разбитым сердцем, это и так было действительно очень тяжело переживать в тот момент, тем более. И, конечно, если бы я поехала на похороны своего дедушки, то, ну, я не знаю. Я уже говорила, что я не знаю, что бы вообще со мной было. Я в тот момент записала видео, и, конечно, я не могла сказать в интернете, что, ребята, я не поеду попрощаться с любимым человеком, потому что я беременна. Из-за того, что я не еду попрощаться с дедушкой, догадывается моя бабушка Вера, но она как бы не говорит, но она догадывается, что, ну, просто другой причины, чтобы я не поехала попрощаться к дедушке, нет, быть не может и не могло. Единственная причина, почему я могла не поехать, это потому что я была беременна. Моя желанная, долгожданная беременность, ребенок, которого я хочу, жду, мы хотим, мы ждем. Несмотря на то, какая это большая радость для нас была беременность, я не могла радоваться, честно. Просто не могла, у меня не получалось, потому что боль от потери была намного сильнее, чем радость от того, что я беременна в тот момент, потому что, ну, я думаю, вы меня поймете. Я была беременна не так долго, чтобы это даже сильно осознать, хотя я уже успела и кучу анализов дать, и таблетки пить, и по врачам ходить, и что-то там только не делать, и уже привыкать к этой мысли. Конечно, мне было очень плохо, долго мне было плохо, ну, и как бы сейчас увидите, что это в любом случае больная тема. Я бы говорю про дедушку в большей степени, конечно, что это пережить сложно. Но, знаете, в тот момент, когда ушел мой дедушка, я почему-то подумала, что тогда с ребенком точно все будет хорошо. Я прям, ну, знаете, вначале у меня были всякие мысли, что, ну, всякое бывает, волнуюсь, ну, типа, будем радоваться уже, когда, ну, вот, знаете, уже все точно будет хорошо, все точно хорошо закрепилось, что там скрининг туда-сюда. Ну, то есть вот такие у меня были мысли, но когда я потеряла дедушку, я почему-то была уверена, что точно будет все хорошо с ребенком. Ну, не может быть такого, чтобы я еще и ребенка потеряла. Ну, не может быть такого. Я помню, как все меня тогда поддерживали, когда, ну, я рассказала о том, что дедушки больше нет. Мне все писали, поддерживали многие мне знакомые, друзья, вообще все, короче, писали, что Юль, ну, понятно, слова поддержки, за что им большое спасибо. И также некоторые писали о том, что там, скорее всего, скоро в вашей семье появится малыш, потому что так бывает, одна душа уходит, другая душа приходит, так очень часто. И там либо ты, кто-то писал, либо ты уже беременна, но еще об этом не знаешь, либо скоро забеременеешь, либо там еще что-то. Ну, короче, очень сильно все ждали появления малыша, появления внука, все, или внучки. Просто вот я-то уже безумно ждала, когда, когда же поскорей бы появился наш малыш. То есть мне так хотелось просто, знаете, вот выключиться и уже проснуться тогда, когда уже, не знаю, буду рожать или мне дадут ребенка на руки, чтобы я после этой боли и горечи утраты испытала какое-то счастье. На седьмой-восьмой неделе беременности я прихожу на УЗИ, и на УЗИ мы видим то, что гематомы стало меньше, ну, там не сильно меньше, но меньше стало. И на тот момент, ну, конечно, я сообщила врачу о том, что, ну, как бы в нашей семье горе и тяжелый период, и она мне назначила пить магны B6, что-то аж три раза в день по две таблетки, ну, в общем, много. УЗИ показало, что с малышом все хорошо, что сердце есть, даже были какие-то очертания, и даже скрин, ну, я снимала всегда на видео УЗИ поход, и скрин там такой получился, что как будто малыш сидит за рулем какой-то, знаете, вот такой вот ножки, ручки вперед, ну, в общем, уже что-то какие-то очертания появлялись, то есть это было не просто там шарик, какой-то кружок. Даже померещило, что их там два. Да? Это из-за тонуса. Девять и шесть. Сантиметр, короче. Девять и шесть, да. Проходит там, ну, грубо говоря, неделя, две после того, как ушел мой дедушка, и, конечно, все это время мне безумно тяжело, я часто плачу, но я стараюсь держаться как могу, просто потому что я знаю, что внутри меня ребенок, и ему важно, чтобы я себя чувствовала хорошо. Ну, короче, ну, это сложно, и, понятное дело, все стараются, меня там как-то облизывают туда-сюда, успокаивают, ну, в общем, ну, переживают все за меня, понятное дело. Да и я сама за себя переживала, и за ребенка, конечно, но это такие чувства, которые ты не можешь выключить. Мне приснился сон, в котором мы на даче, я ему говорю то, что дедуль, типа, я беременна, ну, то есть я ему во сне рассказывала, я ему говорю то, что вот, я не знаю, правда, кто будет, там, мальчик, девочка, не знаю. И я помню, что я ему так рассказывала, так, ну, радовалась. Я не в таких красках, конечно, помню этот сон, но я помню, что он мне сказал, да, типа, все будет. То есть он мне тогда так сказал, что да, у тебя будет ребенок. Я думаю, ну да, я же тебе только что об этом сказала. Ну, короче, это было так странно, знаете, в тот момент я подумала, что этот сон, это вот как знак, грубо говоря, того, что дедушка уже видит, уже знает, что у меня будет ребенок, и этот сон, типа, тому доказательство. Ну, как, в общем, я так для себя это почувствовала. В общем, я тогда, конечно, не могла подумать о том, что вдруг этот сон значит что-то другое. И потом, когда начали происходить другие события, я сделала вывод, что, наверное, дедушка просто уже знал, что меня ждет, и он хотел меня как-то подбодрить. Я плюс-минус стараюсь взять себя в руки, уже, ну, начать как-то двигаться, жить, меньше плакать, хотя это, конечно, тяжело, но все равно как-то держусь. Держусь, и весь этот период никто не знает о том, что я беременна. Никакие подружки, никто. В общем, я безумно жду, когда будет следующий поход к врачу, чтобы убедиться, что все хорошо, потому что с каждой неделей ребенок безумно быстро растет, развивается, все меняется, и, конечно, я очень жду увидеть, ну, как там, что там. Следующее, что мы сделали, наверное, то, что все-таки не нужно было делать. Ну, в общем, мы с мужем решили, что мы не будем ждать 3 месяца, не будем ждать скрининга, расскажем его бабушке, дедушке, его папе, его брату, как бы о том, что я беременна. Понятное дело, бабушка, дедушка Славы тоже, ну, не знали, тем более мы вообще, мы же ей не планировали рассказывать, ну, пока не будет 3 месяца. Моя бабушка тоже не знала, хотя догадывалась. Представь, я бабуль. Чего? Я беременна. А, да ты что, правда, что ли? Да ты догадалась уже, да? Ну, да нет, как бы, ты и говоришь, я и не думала об этом. Ты догадалась она, наверное. Ну, так, смутные сомнения были, конечно. Ну, поздравляю тебя, моя хорошая, поздравляю. Поздравляю, бабушка, стадись. Ой, дожить бы только кусту. Мы рассказываем бабушке и дедушке Славы. Это мой сын или дочь? Да ты что? А еще не знаю, да? Красивый, красивый. Дай бог здоровья, и мой мамки, чтобы выросли. Дочка, 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 только дочка, правнучка. Я вижу правнучку. Мой, не кажу ты. Я правнучку вижу. Я вас люблю. Дай бог. Конечно, они безумно рады. Также рассказали брату Славы. Мой сын или дочь. Бог ты мой. Ну, поздравляю, ребята, поздравляю. Я что, стану дядя, получается? Получается. Бог ты мой. Ну, это здорово, здорово. Смотри, за компом сидит. На тачке едет. Блин, ну классно. В тот момент мы рассказали всем, кто входит, скажем так, в нашу семью. Такую вот, которая типа мамы, папы, бабушки, дедушки, братья. Вот так. Наступает день УЗИ. Десять недель. И я прихожу к врачу и говорю, что мне кажется, я какая-то отекшая. У меня уже под видео, на самом деле, на тот момент начались какие-то комментарии по типу, Юля, как-то ты изменилась. И что еще было очень для меня удивительным, у меня был живот такой, как будто я не на втором с половиной, грубо говоря, месяце, там, втором, не знаю, а уже, там, не знаю, может, на четвертом. Ну, я не знаю, но он у меня такой уже был прям выпирающий. И матка уже успела как-то там вырасти, растянуться. Ну, и, в общем, наступает день УЗИ, на который мы решаем, что вот, как бы, пойдем вместе с мужем. Я врачу говорю, что вот, можно с мужем на УЗИ, тоже хочет посмотреть. Я ему всегда, понятное дело, показывала видео после УЗИ, но мы решили как бы вместе пойти. И врач мне говорит то, что давай так, мы сейчас посмотрим, если все ок, то его позовем. Конечно, я поняла, что она имеет в виду в плане, если все ок, но я почему-то подумала, типа, в смысле, что может быть не ок? Ну, типа, мне казалось, что все должно быть ок. Каждый раз, когда приходила на УЗИ, первым делом я, ну, понятно, легла там, да, и доставала телефон, сразу начинала снимать. Но я хотела снимать, мне было не важно, что мне там скажут, я хотела все снимать. Для себя, для мужа, для мамы, не важно. В общем, начинаю делать УЗИ, делали сверху живота, обычно до этого мне делали внутрь вагинально, потому что срок маленький, эмбрион, плод маленький, и поэтому лучше, как бы, посмотреть, плюс у меня гематома, в общем, так, типа, лучше будет видно, как я поняла. Ну, в общем, в этот раз решили, что, ну, по животу посмотрим, если все хорошо видно, все супер, то класс, и мужа зовем, и вообще супер. В общем, смотрят по животу УЗИ, врачи пока каких-то супер выводов не делают, просто говорят, что что-то не видно. Ну, то есть, вроде, даже говорят не то, что сердца нет, а просто вот что-то вроде не видно, вроде что-то есть, а вроде и не видно, непонятно. В общем, включают кровоток, когда на УЗИ показывают, ну, где кровь, короче, циркулирует. В общем, мы принимаем решение посмотреть вагинально, чтобы уж точно посмотреть, убедиться. И подтверждается, что, к сожалению, увы, но сердца нет. Ну, я, понятное дело, в шоке, я вообще в это не верю, я думаю, ну, ошибка. В общем, по менструации у меня уже 10-11 недель, малыш выглядит где-то на 8 недель. Говорят, что, ну, как бы, сердце остановилось, и просто беременность замерла где-то дней 5-6 назад. Я захожу в кабинет уже, где прием проходит, не УЗИ, мы общаемся с врачом, и я понимаю, что, конечно, никакой ошибки быть не может. Я, ну, как бы, вижу, что малыш уже нормально подрос, что не увидеть сердце просто невозможно. Ну, то есть, его либо нет, либо оно есть. Но при этом меня все равно, знаете, не оставляет мысль, что, а вдруг, вдруг надо повторно сделать, а вдруг что-то вот сегодня аппарат сломался. Ну, короче, ты всегда надеешься на лучшее. Я записалась на повторное УЗИ через 2 или 3 дня. Я до него так и не дошла, я его в тот же, по-моему, день отменила, это УЗИ. Ну, в общем, это, знаете, вот первое, о чем ты думаешь, то, что это неправда. Врач говорит, что нужно делать вакуумную чистку, вакуум-аспирация. Это для меня тоже было не чем-то удивительным, не чем-то новым. Я знала про все разные виды, способы того, как это может произойти при замершей беременности, например, потому что я этот вопрос изучала. Вокруг меня было несколько знакомых, да, людей, друзей, с кем такое случалось. И для меня это тоже не было чем-то новеньким, типа, ого, что это такое? А это страшно, это больно, а что вообще будет? Ну, то есть, когда мне об этом сказали, я как бы сразу знала, что меня ждет. Конечно, я также знала про медикаментозный аборт, но в моем случае уже было поздно выпить таблетку. Конечно, мне бы, наверное, хотелось, не знаю, что лучше, если честно, тут, наверное, нет такого, что лучше, но мне бы хотелось, наверное, выпить таблетку, и как бы это не звучало, но пережить это как-то дома, что ли, не знаю, у себя, а не приезжать в больницу, ложиться на операцию, ну, как бы, сами понимаете. Хотя я знаю, что медикаментозный аборт, это бывает безумно больно, а во время операции ничего не чувствуешь. В общем, срок моей беременности, хоть и замершей, не позволял мне воспользоваться таблеткой, медикаментозным вот этим способом. Во-первых, из-за срока, то, что он уже был, ну, как бы, такой достаточно большой, скажем так, для таблетки, и потому что это вообще, в принципе, немножко опасно, скажем так. Почему? Потому что может не все выйти, и тогда придется еще и операцию делать, вакуумную чистку, как минимум. Вот, поэтому это как бы нужно прям, чтобы врач реально разрешил, сказал, что да, можно, все, и как бы под чутким наблюдением врача. У меня закончился прием у врача, я вышла, мы оплатили УЗИ, прием, Славе говорю то, что я в машине ему все расскажу, ну, потому что мы находимся в больнице, там люди сидят, ждут своих приемов, кто-то беременный, счастливый, вот, все, как бы, нормально. И мы садимся в машину, я понимаю, что я даже ничего сказать не могу, я просто ему даю бумажку, на которой написано, ну, заключение, на котором написано, что, ну, замершая беременность, такой-то срок, там, недель, еще что-то. В общем, я уже не помню, что там было конкретно написано, но вы поняли. И то, что нужно сделать такую операцию, потом прийти, сдать какие-то анализы, прийти на УЗИ, то есть какое-то назначение врача. Сильно, как сумасшедшая, наверное, я плакала день на четвертый. В общем, я плачу, Слава в шоке, мы приезжаем домой, я звоню маме, все и говорю, рассказываю, мама в шоке. На следующий день я приезжаю в женскую консультацию, я столько разных историй слышала про врачей, про женские консультации, и то, что я смотрела видео у разных девочек, которые выставляли свои истории о замершей беременности, что я могу сказать, что ко мне было отношение везде просто замечательное, везде ко мне отнеслись очень хорошо. Я приезжаю в женскую консультацию, мне дают направление на операцию, с которым я прям сразу могу ехать в больницу. Я в тот день специально ничего не ела, хотя было уже 2 часа дня, когда я приехала за направлением. Не потому, что я поздно встала, я приехала так поздно, потому что мне сказали, что я могу в это время подъехать. Я бы, конечно, раньше встала, потому что, знаете, даже провести один день, одну ночь, даже один час, зная, что внутри тебя малыш твой, у которого не бьется сердце, и он там уже такой, ну, типа неделю. Это ужасное чувство, просто ужасное чувство. В общем, когда я приехала в женскую консультацию, там есть очень хороший врач, который я безумно люблю, она начала меня подбадривать, говорит, Юля, все будет хорошо, ты молодая. Ну, как бы это не звучало, все знают, кто-то говорил, что такие вещи вообще не подбадривают, но она мне сказала, что если наступила первая беременность, вторая тоже наступит, все будет хорошо, все, значит, так надо, давай-давай, все, короче, все будет супер. Ну, в общем, она меня поддержала, как могла. В платной больнице меня тоже безумно поддерживали врачи, аж целых два врача. Вообще, у меня один врач, к которому я всегда ходила, но еще другой врач присоединилась, которая тоже УЗИ делала, хотела тоже посмотреть и убедиться, потому что они прям, ну, хотели, чтобы правда все было хорошо, разумеется. То есть хорошие врачи, вот я это хочу сказать. И они тоже меня поддерживали, подбадривали, говорили то, что это очень часто происходит, ты не одна такая. То есть они меня, в принципе, вот, ну, как бы вот словами все, что они могли поддержать, поддержать, они поддержали максимально. Они сказали, что у тебя сейчас, наверное, все как в тумане, что, ну, мы, ну, понимаем, что тебя чувствуют сейчас такие, тебе плохо, больно, там, грубо говоря. Но, поверь, на самом деле это даже лучше, ну, конечно, звучит странно, но, типа, это лучше, чем если бы у тебя родился больной ребенок с пороком сердца, и непонятно, что было бы вообще, и смог бы он нормально, ну, жить, и какая была бы ваша жизнь, там, с мужем. То есть они как бы меня подбадривали максимально, как только можно было. Что касается женской консультации, то, что я вам немножко забыла рассказать, я уже успела встать на учет в женскую консультацию, заполнить кучу разных документов, сдать кучу разных анализов, уже успела записаться на скрининг, он у меня был назначен 4 июля в 13-15, по-моему. В общем, я уже успела все это сделать, потому что я законопослушный гражданин, законопослушная беременная, которая такая, знаете, так, все, пора, уже там срок, идем, встаем как надо. Я приезжаю в больницу, где мне должны сделать операцию. У меня уже с собой был рюкзак со всем необходимым. То есть я в женскую консультацию поехала уже со всем необходимым взять документ и надеялась, реально надеялась, что в этот же день, после женской консультации, когда я приеду в больницу, мне сделать там операцию как можно скорее. Все, о чем я в тот момент думала, это чтобы скорее мне сделали эту операцию, скорее пережить этот ад и просто, просто пережить это скорее, чтобы этот день закончился, чтобы просто это закончилось. Это был просто кошмар. Я приехала в больницу, пошла в регистратуру, там еще раз сделали УЗИ, УЗИ подтвердило еще раз, что сердца нет, гематома все еще там, никуда вообще уходить не собиралась. У меня взяли что-то, по-моему, кровью, сделали ЭКГ. Короче, все, куча всего там я прошла. Очень долго я стояла, не знаю, сколько часов я стояла, потому что это бесплатная больница, там поток туда-сюда, и как бы, ну, ты не самый авторитетный, и ты не самый там, кому больше надо, грубо говоря. Я просто стояла поникшая, без эмоций, без мыслей, просто вот так вот стояла с тяжелым рюкзаком, и все. И одна девочка, не знаю, медсестра, наверное, она меня узнала, и, ну, скорее всего, конечно же, она знала причину моего нахождения там. Она старалась мне как-то помочь. Как-то говорила, давай зайди сюда, посиди здесь, типа не стой там, потому что там сесть даже негде было. Ну, короче, как-то старалась мне помочь, подбодрить. И, знаете, с одной стороны, это вообще не самый, типа, классный вариант, встретиться с кем-то, кто тебя знает. Ну, типа, с подписчицей, например, еще что-то. Но в тот момент я почувствовала от незнакомого человека, который меня знает, поддержку. Поддержку, которую девочка могла, ну, вообще могла, она просто заеб... ну, стоит-стоит, но из-за того, что она меня знает, ей было жалко меня, там, я не знаю, что она думала, но она захотела как-то мне помочь хоть чем, чем она может. На самом деле, вот это ожидание, это было самое ужасное. Ну, типа, о чем ты можешь думать в этот момент? Ты стоишь в больнице, ты ждешь, когда тебе сделают, блин, аборт. Ну, понятно, по каким причинам, потому что, ну, по-другому никак. Знаете, я когда слышала истории разных девочек о том, что они ничего с этим не делают, то есть они узнают о замерзшей беременности и не принимают никаких действий, просто ждут, когда все само выйдет, у меня немножко даже мурашки по коже шли, ужас какой-то, потому что то, что я там знаю, читала, что это очень опасно, и, конечно, может так произойти, что произойдет выкидыш, просто твой организм сам поймет, что надо делать. А если не поймет? А если начнется какой-то сепсис, не знаю, инфекция, разложение? Ну, в общем, когда такое происходит, не дай бог, конечно, никому я такого не желаю. Но я знаю, что даже от того, что я этого никому не желаю, через это, к сожалению, проходят очень многие. И, как видите, я не исключение, много других там и блогеров не исключения, которых вы знаете. Я просто скажу свое мнение, а вы, конечно, если что, поступите так, как считаете нужным, но я считаю, что ни в коем случае нельзя затягивать, откладывать, ждать, когда само выйдет. Это очень опасно. Может, само выйдет, все будет норм, а может нет. Как можно сдать наверняка? В общем, наконец-то подходит момент, когда все документы у меня на руках. Я иду уже в другой корпус, там, где уже как раз операции делают такие, такого рода, и не только такого рода, понятное дело. Там по-женски какие-то дела, гинекологии, еще что-то. Короче, иду в этот корпус, поднимаюсь на нужный этаж, все. Там тоже жду какое-то время. На тот момент уже было 5.40, то есть я до 5.40 ничего не ела. Помимо того, что я не ела, ну, я даже не помню, испытывала я голод, я просто помню, что я испытывала ужасные чувства. Я прихожу, все, меня размещают в палату, говорят, там, где моя кровать, туда-сюда, я вещи кладу, что-то переодеваюсь. У меня с собой была длинная футболка, то, что нужно, там, тапочки, длинная какая-то футболка или что-то, что ты можешь поднять. Ну, понятно, ты в трусах каких-то, прокладки, там, если есть, там, влажные салфетки, можно что-то такое взять. Ну, короче, чтобы было, все лучше, да. Тапочки, халатик, что еще, зарядки, там, зубная щетка, потому что, вообще-то, на ночь составляют после такой операции. Она не то, чтобы там, типа, суперлегкая, ну, вроде и не суперсложная, но реабилитация после нее достаточно, насколько я знаю, нетяжелая, короче. Я переодеваюсь во все необходимое и просто жду, жду, когда меня заберут, приходит врач, говорит то, что вот, сейчас иди садись в коридор, сейчас подойдет врач-анестезиолог, поговорит туда-сюда, и ты ему все расскажешь. И потом пойдем на операцию. Я знаю, как проходят такие операции, ну, в том плане, что я, во-первых, подготовилась, я все дома посмотрела, у меня там был вечер на все это дело, поизучала, ну, просто я знаю, сколько по времени это длится, как это происходит, чего, кого, какой там дальше план действий. Потом за мной уже приходит врач, в операционной у них стоит, типа, кресло гинекологическое, но оно не сидя, а ты как бы лежа, то есть ты ложишься, а так вот ноги как на кресле. У гинеколога мне вводят сначала какое-то лекарство, не знаю, что там, антибиотик, не антибиотик, потом мне вводят, получается, типа, в сон погружают, то есть это не такой, что прям наркоз, а, типа, седативный, ну, короче, грубо говоря, такой снотворный. В общем, после операции мне на живот положили холод и нужно было лежать так час. Сразу после операции, когда я уже пришла в себя, я испытывала тянущие боли, ну, не сильные, но просто тянущие такие. Как только я пришла в себя, я позвонила мужу, сказала то, что вот так и так, все, все нормально, давай приезжай, там, привези мне еды, потому что мне же нельзя было не есть ничего, он мне все привез. В общем, приехал муж, я спустилась, мы с ним погуляли, потому что при больнице там есть парк, погуляли, посидели, походили, я поела, попила сок, будто счастливая. Типа, все, то есть я понимала, что вот все позади, то есть у меня было вот такое чувство, что это закончилось, я это пережила. И врач мне сказал, давай так, было, по-моему, 7.20 на тот момент, 7.30, он мне говорит, давай так, иди погуляй. В общем, где-то полтора часа назад у меня была операция, вакуумная аспирация, операция проходит достаточно быстро. Где-то минут 40 я полежала, были тянущие боли, внизу живота не сильные. Сейчас мне надо 40-30 минут погулять, походить, чтобы сокращалась матка, и потом сделают мне УЗИ где-то 8 часов. В 7 утра завтра мне должны сделать УЗИ, я не вижу смысла спать в больнице просто для того, чтобы в 7 утра мне сделали УЗИ, если я могу приехать сюда хоть в 6, хоть в 5 утра, вот сколько скажут, лишь бы только спать дома. Потому что я и так столько всего испытала за последнее время и столько стресса, что очень хочется оставаться в больнице. Хотя, если честно, наверное, я бы могла спокойно остаться в больнице, потому что у меня такое состояние моральное, типа мне вообще пофиг на всё. Настолько я устала от всего происходящего. Вчера, конечно, я нарыдалась. Успокаиваю себя как могу, успокаивала себя как только могла. Такое бывает, такое бывает. Нужно просто принять это как-то. Не знаю, мне просто так странно от того, что все вот эти вот неприятные моменты в моей жизни случились прямо в один период. Ну, даже месяц, в один месяц. Не знаю, но я надеюсь, что на этом все неприятности в моей жизни закончатся. Я знаю, что Бог не посылает нам таких испытаний, которые мы не можем преодолеть. Поэтому просто нужно пережить этот момент. Я очень рада, что операция уже прошла, потому что вот со вчера, как я узнала до сегодняшней операции, жить с мыслями о том, что внутри тебя мёртвый ребёнок, это... Я очень рада, что никто из знакомых и друзей не знал об этом. И не знаю, захочу ли я этим делиться в ближайшее время, не вижу смысла. Может быть, попозже. А с вами я не знаю, когда я этим поделилась. Может быть, я с вами этим поделилась, когда уже у меня произошла вторая беременность, и я родила ребёнка. На что я надеюсь. Либо, может, я решила пораньше с вами этим поделиться. Я не думаю, что этим нельзя делиться. Мне кажется, этим нужно делиться, потому что, как вы уже могли догадаться, многие девушки это переживают, и даже блогеры, которых вы смотрите, тоже это переживают. Я сказала врачу, что мне ничего не болит, но это правда, у меня ничего не болит, не тянет. Он сказал, что должно болеть. Поэтому он отправил меня на прогулку, и я надеюсь, что эта прогулка спровоцирует что-то. Я не знаю. Зато посмотрите, в каком красивом парке я гуляю. Ещё очень хороший охранник выпустил меня. Мог не выпускать, потому что уже закончилось время приёма, часы приёма. Где-то через 28-45 дней. Ну, у всех по-разному, не знаю, как будет у меня. Я думаю, что, может быть, Господь меня уберёг, знаете. Если бы я была не беременна, если бы я была на похоронах своего любимого дедушки, я думаю, что это всё равно бы очень повлияло на меня серьёзно, сильно. И... Может быть, всё именно так, как должно быть, и значит, так тому и быть. Когда я вернулась после этой прогулки, врач сделал УЗИ. То есть я, знаете, уже была в таком немножко приподнятом как будто бы настроении, потому что я знала, что какой-то сложный этап уже позади. То есть я уже пережила операцию, и дальше, конечно, тоже всё равно морально ты не исцеляешься, да? Но хотя бы вот это уже позади, и мне как-то... Ну, короче, груз какой-то с меня свалился. Врач отпустил меня домой, слава богу, я была безумной. Ему благодарна, в принципе, за то, что он сделал операцию, сделал свою работу качественно. На следующий день утром едем в больницу, я прихожу, мне делают УЗИ, я жду. Потом врач ко мне подходит и такой говорит, «А ты вообще в курсе, что у тебя кровь?» Это первое, отрицательное. А я-то вообще в курсе, и что у нас может быть резус-конфликт. И как бы, ну, я знала об этом, да, давно. В общем, в чём суть? После такой операции нужно сделать укол иммуноглобулина. Это если у вас отрицательная кровь, короче, если может быть резус-конфликт. Потому что вероятность того, что там, ребёнок, плод был, например, с положительной кровью, и его кровь попала в мой организм, ну, понятное дело, его кровь попала в мой организм. И этот укол иммуноглобулина нужно сделать в течение 72 часов после операции, после таблетки, неважно, если что-то такое происходит, потому что это нужно сделать для будущей, следующей беременности, чтобы избежать резус-конфликта, чтобы избежать того, что ваш организм может отвергать ребёнка, плод, с другой кровью, с другой группой резуса. Ну, короче, вы поняли. Короче, я об этом и так знала, и я знала, что мне всё равно придётся делать этот укол, только мне говорили, что на 28-й неделе, по-моему, мне нужно будет его сделать. Я знала, что меня это ждёт, единственное, что я не знала, что это за укол, как-то, как он делается. Мне всегда казалось, что это что-то сверх... что-то непонятное, что-то очень сложное, но оказалось, что это обыкновенный укол в попу, абсолютно обычный. После операции мне назначили 4 дня пить антибиотики, выпить, по-моему, то ли 2 дня подряд, 2 раза выпить таблетку от молочницы, поскольку она может начаться после вмешательства, после операции. 2 недели физический покой, 4 недели половой покой, 3 месяца не беременеть. Я знаю, что некоторые говорят полгода, кто-то говорит, там, ещё больше, ещё что-то, но чаще всего слышно про 3 месяца. Я знаю, что каждый сам решает, когда в следующий раз, скажем так, попробовать, да, но как минимум я уверена в том, что 3 месяца точно выждать нужно, хотя кто-то считает, что уже там после первых месячных уже всё, готово, погнали. Ну, может быть, я не знаю, но, как по мне, так лучше всё-таки подождать. Наверное, для чего-то врачи всё-таки это рекомендуют. И как минимум даже не физического какого-то здоровья, а, может быть, морального, потому что какие-то моменты принять, осознать, отпустить, и просто, ну, находиться в каком-то спокойствии, расслабоне тоже очень важно. И также после операции на седьмой день нужно сдать ХГЧ, но я, по-моему, пренебрегла этим, по-моему, мы уехали, и я сдала его попозже. Но когда я его сдала, что-то там уже, что-то было, типа, в духе 4 или 1. Ну, то есть вообще, грубо говоря, он очень быстро опустился. Во время операции берут материал и отправляют на гистологию, чтобы узнать причины замершей беременности вообще, ну, что пошло не так. И через 10 дней, ну, как бы, присылают результаты. Замершая беременность может произойти по абсолютно разным причинам. Это могут быть пороки развития плода, это может быть стресс, это может быть воспаление, инфекция. Мне было интересно, а будет ли в этом исследовании какая-то информация о том, там, какой это был пол, например. Ну, конечно, глупо, наверное, об этом думать, и, понятное дело, абсолютно не важно, кто у вас, кого вы ждете, мальчик, девочка. Самое главное, чтобы ребенок был здоровый. Но все равно почему-то я хотела знать, но я не узнала. Я не знаю, кто там был, не знаю на 100%, но, судя по тому, что мне рассказывал астролог, кстати, забыла об этом сказать в видео, когда мы рассказали астрологу моему, она же и друг нашей семьи, рассказали о том, что я беременна. Она, конечно, порадовалась, но она удивилась, потому что она же прекрасно знает, когда я должна родить своего первого ребенка, знает, кого я должна родить. И когда мы ей сообщили о том, что я беременна, я так понимаю, что она, наверное, подумала, как это так я просчиталась, прогадала. Чтобы вы понимали, астролог моя ни разу не ошиблась ни в чем. Это сейчас прозвучит странно, но вот после того, как со мной произошла вот эта вот история с замершей беременностью, я общалась с астрологом тоже. Астролог мне заменила психолога в какой-то степени. Еще до того, как произошла замершая беременность, когда мы ей уже рассказали, что я беременна, потом через сколько-то там дней, недель мы с ней списались или созвонились, и что-то я ее попросила посмотреть, кого она там видит, что-то мальчик, девочка. Ну, короче, мне было интересно, потому что она, типа, может это посмотреть, если знаешь первый день последних месячных. Я ей сказала, она мне сказала, кто там, но я вам говорить не буду. Но она как бы еще ни разу не ошибалась. Может, когда-нибудь я вам расскажу, но сейчас не буду говорить, кто там был, пол ребенка. Да это, в принципе, и не важно, да? Ну, как бы на 100% я не знаю, но ее словам, в принципе, я верю. Но суть даже не в этом, суть даже не в том, что она мне рассказала, кто там. Она мне сказала, что что-то странное, стоит у тебя такой какой-то там знак, планета, типа операция. Она говорит то, что вот у меня вот там у знакомой какой-то тоже такой знак стоял, и у нее было кесарево сечение. Я так удивилась, думаю, ничего себе. Ну, как бы я понимаю, что разные обстоятельства могут быть в жизни, да? Если как бы так выйдет, что кесарево, значит кесарево. Если можно естественно, то, конечно, естественно. Ну, то есть не было там каких-то мыслей, нет, только нет. Просто я такая думаю, ну, удивилась, думаю, ну, понятно. Ну, типа посмотрим, проиграется это, не проиграется. В общем, она сказала, что вот так вот стоит, ну, я не знаю, но стоит как операция. Это еще было до того, как произошла замершая беременность. И в итоге операция-то проигралась. То есть, по сути, грубо говоря, у меня же был, например, не выкидыш естественным путем, да? Как бы это могло произойти. У меня была операция, что можно сопоставить, например, с кесарево. Ну, грубо говоря, как операция. Ну, конечно, у меня живот там не резали, понятное дело, но вы поняли. В общем, это такое немножко будоражит, но, в общем, астролог, конечно, меня подбодрила. Она мне сказала, вообще не волнуйся, все у тебя будет, значит, все я правильно увидела. Что будет попозже, вообще не парься, все будет хорошо. Ну, короче, понятно, она не только такими словами меня поддерживала, подбадривала, но ее поддержка тоже была для меня очень такой классной, полезной, нужной, за что я спасибо. И, разумеется, муж, конечно, муж мой меня безумно поддерживал. И мы как бы переживали это оба тяжело. Ну, понятно, что, конечно, мне было сложнее, все-таки у меня и операция была. И вообще, в принципе, вот эти вот эмоции от боли, я думаю, они были как бы сильнее, да. Плюс еще дедушка то, что... Ну, в общем, все, в принципе, поддерживали, вся семья. И, конечно, это очень важно. Я понимаю, что какой-то процент людей, которые сейчас смотрят это видео, включили его, потому что сами проходят через сложный период в своей жизни. И тоже узнали о том, что замершая беременность, либо у кого-то произошел выкидыш. Что я хочу сказать? Все, что с нами происходит в жизни, оно происходит не просто так. Оно происходит для чего-то. Вы пока не знаете, почему, зачем, для чего, за что. Но, значит, такой путь вы должны пройти. В общем, когда я всех успокоила, что со мной все в порядке, я поняла, что я это делала даже как будто бы для себя. То есть, когда я успокаивала близких, что это все норм, ну, ребят, реально, ну, как бы все, ну, типа, че, че. Я знаю, что, типа, так, значит, надо было, так лучше, чтобы потом было все хорошо. Я сама в это все поверила, успокоилась. А потом в какой-то момент меня жестко накрыло. На день, наверное, третий, четвертый после операции меня жестко накрыло. И, конечно, меня накрыло еще из-за дедушки, что я думала, знаете, о том, что я потеряла ребенка, мне так одиноко, и я даже не могу позвонить дедушке. Ну, короче, это все, ну, это просто был ужас. Ну, в общем, меня накрыло жестко, где-то на дня два, наверное, прям накрыло конкретно. Потом я подуспокоилась, начала опять приходить в себя уже в очередной раз. И все, в принципе, с того момента с каждым днем становилось лучше, лучше, понятное дело. Сейчас я спокойно могу рассказывать о том, что у меня была завершая беременность. Кто-то спросит, типа, ну, и че, вообще как-то морально тяжело? Что-то у меня уже спрашивали. Я такая, ну, как бы, да, тяжело. Ну, то есть я сейчас это настолько уже пережила, прожила, и поэтому я делюсь с вами этим. Я знаю, что у нас точно будет все хорошо. Я в этом не сомневаюсь, и я еще раз убедилась в том, что слова астролога, это, ну, как бы, это правда. Это сбывается всегда, каждый раз я в этом убеждаюсь, и каждый раз у меня аж мурашки потило. Типа, ну, блин, мне иногда кажется то, что, ну, не настолько же это вот может быть. Но вот прям настолько получается, не знаю. Я писала пост в тот момент о том, что планирую, там, это лето посвятить вообще кайфам, себе, ментальному здоровью и так далее. Что, в принципе, я делала. Мы жили на даче, очень хорошо там проводили время, пили винишко, отдыхали, кайфовали. И как бы все, и ни о чем не парились, то, что было нужно. И, ну, вот сейчас я понимаю, что я прям полностью вообще отпустила всю эту историю. Какие изменения со мной произошли после беременности, ну, и во время беременности у меня выросла грудь. То есть она стала прям тяжелее, ну, побольше. Не то, что прям сильно больше, но побольше, тяжелее. У меня живот появился, да, там, не какой-то большой. Но даже в конце августа, я помню, отправляла маме фотографию. Я фотографировала зеркало, у меня живот, вот низ живота так торчал, как обычно при беременности. То есть, видимо, матка, может, не стянулась, не знаю. Я не знаю, типа, чего это, как это, почему. Ну, в общем, у меня живот выглядел так, как будто бы я, там, на третьем или четвертом месяце беременности. И, скажу честно, после первой беременности мой организм изменился. Ну, я изменилась, мой организм изменился. Как минимум то, что, там, в те же самые месячные у меня прям живот надувался. То есть, у меня были какие-то другие ощущения во время уже, там, следующих месячных. А еще кому-то, наверное, будет интересно, как быстро у меня начались эти дни после операции. По-моему, где-то на 34, что ли, день. Что-то такое было. Вот. Ну, то есть, нормально все пришло. Типа, нормально, примерно так, как и считали. Может, там, на пару дней позже или раньше. Ну, то есть, вообще нормально. Конечно, когда я забеременела, я бросила курить. На тот момент я курила Айкос. Ну, понятное дело, я его бросила. Но это не была причина того, что я, там, начала набирать вес. И далее, как раз-таки за беременность, я не скажу, что я, там, как-то поправилась сильно. Может, на килограмма два-три. Но, опять же-таки, я говорю, это потому, что у меня были проблемы со стулом. Потом все это, как бы, испарилось. И я снова была, там, типа, 48-49. Летом я набрала, не то, чтобы много прям, но 5 килограмм точно за лето я набрала. И это очень хорошо, потому что до этого я не могла набрать. Я бросила Айкос. Но, когда я узнала, что я больше не беременная, я все равно начала курить. Правда, не Айкос, а сигареты. Курение вредит вашему здоровью. Сейчас я не курю. Уже достаточно давно. И я очень рада. И даже странно жить без этого. Мне всегда казалось, что от этого отказаться просто нереально, да и не хотелось, если честно. И все лето кто-то, там, думал, что я набрала, потому что я бросила курить. Но, на самом деле, все лето я курила, пила, вообще кайфовала. Просто брала от жизни все, можно так сказать. В итоге я поправилась до 54 где-то килограмм. Я думаю, что это были необходимые какие-то килограммы, которые мне нужны. Как девушки, женщины. Вот такая была у меня первая беременность. И я понимаю, что она не просто так была. Она была для чего-то. И я знаю для чего. Я, как минимум, знаю три причины, для чего это было нужно. Я могу их даже назвать. Первая причина, я считаю, что это было нужно для того, чтобы я не поехала в Грузию. Чтобы я не увидела и не запомнила дедушку другим. Чтобы он всю жизнь, я запомнила его живым. Таким, как я его сейчас вспоминаю. Вторая причина, по которой я делаю вывод, что это не что-то, знаете, какая-то случайность. Сбой в программе. Это было тоже для чего-то, эта беременность. Мама Славы сделала серьезную операцию в тот момент, когда узнала, что я беременна, что она станет бабушкой. Сделала серьезную операцию на ногу. И она никак не могла все на нее решиться, потому что там реабилитация тяжелая. Ну, сейчас с ней все хорошо, уже давно все хорошо. Слава богу, все прошло замечательно. Но, в общем, как бы решилась она, конечно, потому что она хотела быть крепкой, здоровой бабушкой. Чтобы встретить внука, внучку уже, ну, как бы здоровой такой. Чтобы ни в чем не ограничиваться. Ну, и третья причина, я думаю, для того, чтобы уже малыш, который у нас когда-то родится, чтобы он был здоровенький. И я в это верю. Я уверена на 100%, что все будет хорошо. Конечно, я об этом никогда не забуду, но пусть это останется в том 22-м году, который был такой тяжелый для меня и для многих людей в том числе. Что хочу сказать напоследок этого видео, оно такое долгое, наверное, получилось, не знаю, извините. Напоследок я скажу, что успокаивало меня в тот момент, когда я переживала замершую беременность. Во-первых, меня успокаивало то, что я не одна такая, что это не то, что со мной что-то не так. Такое бывает, таких девушек, к сожалению, ну, много. И я не одна, и не первая, и не последняя. За то, что произошло не на большом каком-то сроке, потому что я знаю, что такое бывает на более поздних сроках, и это ужасно. Это очень тяжело. Конечно, от того, что у меня был не такой большой срок, я еще не успела прям так, знаете. Конечно, я успела испытать уже эмоции, привыкнуть как-то, да, но все равно не настолько, чтобы... Ну, как бы сейчас, например, со слезами на глазах я бы об этом рассказывала. То есть это сейчас у меня не вызывает слез, я спокойна. Также я видела такие теории, но это, я думаю, не теория, что если это произошло, значит, мой организм, как компьютер, скажем так, он умный. И он понимает, что, скажем так, этот плод с какими-то отклонениями, допустим, пороками, и организм не стал затрачивать энергию на развитие этой беременности. И, грубо говоря, уберег меня, возможно, от чего-то тяжелого, также страшного. Если беременность наступила, в принципе, да, один раз, то она наступит и во второй раз. Не нужно думать, там, как-то сильно загоняться на эту тему, что больше не получится. Все будет хорошо, просто нужно это пережить, отпустить и просто расслабиться. Все будет тогда, когда должно произойти, не тогда, когда вы хотите. Вот то, что я понимаю, что дети появляются не тогда, когда там мы хотим. Вот мы решили, что сегодня, там, в этом месяце мы точно сделаем ребенка. Нет, дети появляются не тогда, а тогда, когда они должны прийти. Я точно знаю, что мое такое видео кому-то очень помогло, кого-то очень поддержало, и кому-то просто нужно было услышать, что он не один такой, что он не один проходит какой-то тяжелый период в своей жизни. Я хочу поддержать вас и сказать, что все с вами будет хорошо. С вами не что-то не так. Такое бывает. И, чтобы вы понимали, я так по-прежнему много кому ничего и не рассказала, и многие вообще не знали, что я была беременна до сих пор. Сейчас кто-то вообще в первый раз, даже из знакомых, с которыми я, можно сказать, и близко общаюсь, сейчас кто-то вообще в первый раз узнает о том, что я была беременна, о том, что вообще со мной такое произошло. И единственное, ну, я поделилась уже, конечно, на этот момент уже с определенным количеством людей, поделилась своей историей. Заканчиваю это долгое, тяжелое видео, которое далось мне нелегко. Но я прям почувствовала, как будто я еще один камень из себя сняла, не знаю, сбросила. И действительно, мне легче. И я хочу, чтобы 23-й год был другим. И он точно будет другим. Он будет счастливым. Он будет, да, может быть, тоже тяжелый. И там, не знаю, работа, не работа. Я не знаю, что ждет, конечно, но я уверена, что этот год будет лучше, чем 2022-й. И поэтому мне захотелось вот эту тяжелую ношу, скажем так, такую тяжелую историю оставить там, где ей место. Вот. И 23-й год начать с классных, позитивных идей, мыслей, не знаю, новостей, еще что-то. Так что в этом году меня, нас, не знаю, ждет много всего классного, интересного. И ремонты, и, не знаю, может, даже на отдых куда-то поедем. Девчонки, держитесь, кто через это проходит, прошел. Вы большие молодцы, вы очень сильные. И просто знайте, что все будет. Знаете, я думала вообще говорить о том, что люди очень часто кого-то тыкают в то, что ты беременный, ты беременный, это не беременный. И насколько это не тактично и неправильно так писать человеку, потому что вы никогда не знаете, что он переживает, что с ним случилось. Может быть, он потерял ребенка. Вот, например, я, да? И я думала об этом говорить, не говорить, потому что мне казалось, что... Мне всегда казалось, что это простая истина, люди должны это понимать. Но я знаю, что даже после моего такого видео ничего не изменится, потому что, к сожалению, и это касается не только популярных людей, ну и просто людей, у которых есть родственники какие-то, да, которые, ну что, когда детишки, ну что, когда детишки, когда замуж. Есть просто люди, которые делятся на, типа, воспитанных, там, тактичных и нетактичных. Так что, к сожалению, с этим, ну, не побороться. Это просто нужно принять, научиться как-то спокойно на это реагировать. Я всем желаю удачи, успехов в новом 23-м году. И пусть этот год подарит вам счастье. Пусть все несчастья закончатся, чтобы ничего с вами не происходило неприятного, чтобы все было только хорошо. Всех люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы, и всем пока!